Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Страшная статистика от ГАИ. Только за выходные в нашем регионе сотрудники задержали 19 нетрезвых водителей, а 56 человек сели за руль без прав. Всего на дорогах случилось три ДТП, одно со смертельным исходом. Утром в воскресенье в Гомельском районе пенсионер за рулем Сеат Альхамбра съехал в Кювет. Все произошло на М5 Минцгомель. По предварительной информации мужчина почувствовал себя плохо прямо во время движения и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору, которая поддерживала мост. Водитель остался жив и с травмами доставлен в больницу. Чуть ранее в воскресенье, но уже на подъезде к Житовичам, Вольцваген, за рулем которого был 20-летний водитель, сбил насмерть молодого человека. Тот шел по проезжей части во встречном направлении. Погибшему было всего 27 лет. Днем ранее в Речице около 19.00 Вольво на Советской сбил 58-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. Пострадавшую забрала скорая. Пятница также не обошлась без аварий. 18 февраля примерно в 12.15 на разбилке улиц Огаренко Олимпийская в Гомеле столкнулись Пежо и микроавтобус Вольцваген. Легковушка не уступила дорогу. За рулем машины был пенсионер. 71 год. От полученных травм он скончался по пути в больницу. Его пассажир с травмами госпитализировано. Водитель микроавтобуса не пострадал. Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения. Будьте предельно внимательны на дороге, как при движении на любом виде транспорта, так и в пешем порядке. Водителям необходимо сосредоточиться при проезде пешеходных переходов и вблизи остановок общественного транспорта. А пешеходам, конечно же, в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и пересекать проезжую часть дороги только в установленных местах. Также хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным гражданам. Если вы увидели на дороге нетрезвого пешехода, а также пешехода без световозвращающих элементов, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 102 своим звонком. Вы можете спасти этому человеку жизнь. Страшные новости и в Житковичском районе. Там на пожаре погиб мужчина. 19 февраля в деревне Хильчицы при тушении пожара спасатели нашли пожилого мужчину. Он пытался скрыться от пламени в негорящей комнате, но вздохнулся в дыму до прибытия МЧС. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...